За прошлый год более 7 тысяч лесных пожаров в России пришлись на Сибирь и Дальний Восток. Предстоящий пожароопасный период одна из ключевых тем окружного совещания, которое провело Федеральное агентство лесного хозяйства. Какие еще актуальные вопросы были в повестке, расскажет Михаил Конышев. По Сибирскому федеральному округу площадь пожаров за два года удалось сократить почти в два раза. Справились благодаря увеличению федерального финансирования. На дополнительные деньги регионы расширили протяженность наземного патрулирования, авиамониторинга, набрали в штат лесных пожарных. Оперативность тушения лесных пожаров по округу составила 78%. Правительством Российской Федерации до 2030 года по каждому из регионов Российской Федерации установлен площадной показатель, который ежегодно субъекты не должны превышать. Так вот, в целом, по Сибирскому федеральному округу площадь, установленная указом президента, становление правительства не превышено, достигнуто. Причем это произошло за счет деятельности крупных регионов, которые у нас и горели, Тверкутская область, Красноярский край. А по остальным восьми регионам Сибирского федерального округа, руководителей лесных ведомств регионов, прошу обратить внимание, есть небольшие превышения. Несмотря на то, что Новосибирская область не так богата древесиной, лесная отрасль вносит существенный вклад в развитие региона. Сохранение и приумножение ресурса – одно из приоритетных направлений реализации нацпроекта «Экология». Лесоводами области в 2022 году, хочу привести вот несколько цифр, более чем на 200% выполнен показатель федерального проекта сохранения лесов в отношении площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений. Мероприятия по лесовосстановлению проведены на общей площади более 6 тысяч гектаров. На совещании обсудили тему недоимки по платежам за использование лесов в федеральный бюджет. В округе это одна из актуальных проблем на протяжении многих лет. За прошлый год задолженность удалось снизить до полутора миллиардов рублей. Департамент лесного хозяйства и субъекты Сибирского округа внесли предложение о возможном введении предоплатной системы в лесном хозяйстве на два срока оплаты вперед. Михаил Кунышев, Александр Миняйло. Новости ОТС.